Всем привет! Сегодня хотела показать несколько своих работ, которые я украшала рисунком. Эту кофточку, наверное, уже многие видели и знают. Хотелось как-то украсить, оживить старую серую кофточку удобную. Нашла в интернете рисунок и попыталась срисовать. Вот результат. На этой однотонной кофточке рисунок я сделала по центру. Я использовала краски акрил для ткани и закрепляла рисунок, проглаживая утюгом. Эту плотную трикотажную белую блузу я украшала снизу рисунком. Получилось в народном стиле. Однотонную черную ветровку я украсила вот таким вот незамысловатым рисунком в виде мордочек. В таком вот немного детском, молодежном стиле получилось. А вот эту смешную собаку я рисовала на детской майке для мальчика. Сразу хотела сказать, что я совсем не художник, и это видно по картинкам, конечно же. Вот на таких вот детских вещах я тренировалась с рисунками. Вот на этой детской футболке я рисовала фломастерами для ткани. Но фломастеры держатся не очень хорошо после стирки. Вот детский боди тоже с таким же рисунком фломастерами. Женские джинсовые шорты украсила вот такими вот ромашками с одной стороны. А этот джинсовый женский комбинезон я украсила сзади только один кармашек. Вот таким вот рисунком известной нам картины Ван Гога. Детские джинсы для мальчика я украсила вот таким вот кармашком с рисунком. И теперь их можно вполне одевать для девочки. Думаю, очень мило получилось. Главное не перегружать одежду рисунками. Достаточно одного элемента. Где только не рисовали картины Ван Гога. Я вот решила украсить этой картиной известной вот такой вот бантик. Его можно носить в виде резиночки для волос. Ну а также этот бантик вполне может быть с очень оригинальной и симпатичной брошкой. Вот можно одеть его на платье или какую-то рубашечку. Будет очень оригинально смотреться. Надаёвшие чёрные замшевые ботинки я украсила вот такими вот рисунками, имитирующими вышивку. Думаю, получилось и оригинально. Это был заказ. Клач сшила специально для девушки. И рисовала с одной стороны клача вот такую вот замечательную летнюю картину. Это тоже клач с вот таким вот сказочным рисунком. Ну, думаю, что для лета будет вполне уместно с какой-то однотонной одеждой носить. Вот с манекеном как раз можно посмотреть, как эта вещь смотрится. Этот клач я тоже делала на заказ. Он выполнен в таких ярких красках и, наверное, в более народном стиле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а это старая моя текстильная сумка до того мне уже надоело что решила я на ней потренироваться и украсила ее вот таким вот рисунком рисунок я конечно же позаимствовала из интернета соответственно перерисовала как смогла ну я думаю что получилось тоже оригинально а это уже старая кожаная сумочка которую я таким образом решила украсить вот так она смотрится с однотонной одеждой очень симпатично а здесь я попробовала нанести рисунок простой хлопковый вот такой вот мешочек рюкзак но ткань оказалась не очень подходящий очень рыхлая рисунок растекался ну я думаю что вполне можно его носить этот рюкзак еще один клатч с рисунком одна сторона с картинкой вторая однотонная вот так он смотрится с одеждой пахааааае поэтому акция Очередная картинка из интернета, на клатч, может быть это, может быть, вполне то с нитичкой. А на этом старом рюкзаке я тренировалась и сделала рисунок, чтобы показать заказчице, как примерно будет выглядеть картинка, которую мы с ней обсуждали, на сумочке. А здесь можно увидеть, как эта картинка, только в уменьшенном варианте, смотрится на кожаной сумочке. Это была небольшая реставрация старой кожаной сумочки с пятнами. Вот таким образом мы решили проблему и пятен не видно. Сумочку теперь украшает вот такой вот замечательный рисунок. А это уже начало работы над рисунком с другой стороны сумки. И вот здесь уже видим конечный результат. Вот такие вот замечательные вещи, возможно сделать своими руками, не будь при этом художником. Просто использую краски акриловые для ткани. Картинки берем из интернета, ищем в шкафу, что нужно реставрировать и приступаем к работе. Надеюсь, мой маленький обзор вам понравился. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии. Возможно, что-то еще будет интересно вам увидеть и услышать в моих видеообзорах. До встречи! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok